Что такое JTMM? JTMM – просто покупай больше и зарабатывай больше. JTMM дает возможность обрести финансовую свободу и стать частью новой эпохи. Платформа JTMM – это глобальная платформа электронной коммерции. Одна платформа объединяет весь мир. Здесь предоставляется возможность сотрудничать напрямую с мировыми брендами. Тебе не нужны инвестиции, не нужны склады и не нужно решать массу логистических вопросов. Для получения постоянного дохода тебе нужно лишь делиться информацией об этой платформе. На платформе очень просто работать. Преимущества платформы JTMM. Преимущество первое. Новые тенденции в онлайн-работе социальных платформ. В 2020 году бурно развиваются социальные сообщества и блогеры. Просто воспользуйся возможностями платформы, и ты достигнешь благополучия и стабильности на десятки лет вперед. JTMM – это электронная коммерция. Создание множества социальных групп, прямые трансляции от блогеров и СМИ. JTMM – это глобальная модель многостороннего сотрудничества в социальных сетях. В компании есть профессиональные команды по работе с социальными сетями, которые помогают каждому подключать ресурсы, осуществлять сотрудничество в социальных сетях, общаться с блогерами и создавать нашу собственную команду лидеров мнений. В то же время мы приглашаем высококвалифицированных лидеров отрасли, чтобы они помогли тебе разобраться, как эффективно делиться информацией, как быстро привлечь новых людей извне на нашу собственную платформу, как создать собственную клиентскую базу и как эффективно улучшать навыки продаж. Тебе нужно лишь воспользоваться возможностями, мегатрендом эпохи, чтобы осуществить свою мечту. Преимущество второе – быстрое привлечение трафика. На платформе JTMM представлены предметы первой необходимости и стильно оригинальная продукция. Каждый из нас нуждается в предметах первой необходимости. Кроме того, благодаря нашей платформе ты сможешь легко совершать сделки, продвигать товар и приглашать новых людей. Вам нужно только поделиться информацией о товарах JTMM на разных социальных платформах, чтобы привлечь внимание других, и это внимание может быть превращено в ваш собственный доход. Вы можете экономить на личных покупках и зарабатывать деньги, делясь информацией. Участником бизнеса может стать каждый член семьи. Платформа ориентирована на разные возрастные группы. Инверсия социальных связей – это настоящее богатство. Преимущество третье – помощь твоей семье в управлении потреблением для увеличения благосостояния. В условиях, когда эпидемия крайне негативно отразилась на мировой экономике, как быть тем, кому нужно выплачивать ипотеку, возвращать кредит на покупку машины, оплачивать учебу детям и просто обеспечивать достойную жизнь всей семье. Из-за экономического кризиса и сокращения рабочих мест становится все труднее жить на зарплату. Эпидемия сильно изменила покупательские привычки и методы социального общения людей. Выбирая JTMM, ты следуешь тенденциям развития рынка. JTMM – это низкий порог и отсутствие рисков. JTMM – это возможность заработать деньги, это возможность быстрого роста до самого высокого статуса, а также возможность пользоваться максимальными скидками и получать доход. Мотивация есть у всех. Полгода бизнеса на платформе равнозначны нескольким десятилетиям работы. Семейное потребление способствует процветанию. Платформа поможет твоей семье увеличить свое благосостояние. Поможет в бизнесе и развитии. Преимущество четвертое. Работая в одной стране, получаешь доход по всему миру. Основа платформы – новейшие технологии электронной коммерции. Глобальная сеть и каналы продаж компаний. Экономически эффективные товары. Комплексное глобальное обучение. Глобальная логистика и глобальное обслуживание клиентов. Платформа является совершенной интеграцией современного рынка и эпохи. Электронная коммерция функционирует круглосуточно. Это бизнес без рисков и капиталовложений. Это бизнес для всей семьи вне зависимости от возраста. Развивая этот бизнес в одной стране, ты получаешь выгоду по всему миру. Это долгосрочный бизнес, приносящий пользу всем и передающийся другим поколениям. Если ты не удовлетворен существующим положением, мечтаешь о лучшей жизни и стремишься к прицветанию, то эта платформа для тебя. Будущее уже здесь и ждет тебя. Твой успех – это залог общего успеха. Итак, еще раз всем добрый день, дорогие друзья. В кинематографе есть такой термин – пререлиз. Это предварительный показ фильма перед его выходом на экран. И сегодня у нас с вами именно такой предрелизный показ платформы JTMM. Некоторые из вас наверняка заметили, что мы достаточно часто стали встречаться по данной теме. Даже начинают нас немного ревновать к этому новому проекту. Говорят, как же наш основной бизнес прямых продаж Tenshin. Действительно, есть такое мнение. Есть даже недоброжелатели, которые пытаются использовать это против компании. Говорят, что мы скоро забудем про наш классический сетевой бизнес. Уйдем с головой в электронную коммерцию, ну и так далее. Господин Яну уже говорил об этом, и я, пожалуй, повторю. Нет, нет и нет. Нашим основным бизнесом в регионе является бизнес прямых продаж. Все другие проекты – это его дополнение, поддержка и дополнительные возможности для компании, и ее существующих партнеров, то есть для вас. Уважаемые лидеры. Любое новое серьезное начинание нуждается в повышенном внимании. Именно это сейчас, собственно, и происходит. То есть мы оказываем это дополнительное внимание, повышенное внимание. Это достаточно новое для всех нас направление. И, конечно же, мы стремимся и сами разобраться, и также привлечь максимум вашего внимания. Убедиться, что всем все понятно. От этого, собственно, и чистота мероприятий на эту тему. Большое количество сообщений в наших чатах, группах, социальных аккаунтах и так далее. Ну, другими словами, здесь все как со вторым ребенком. Он появился, надо какое-то время его интенсивно опекать, дать ему дорогу в жизнь. Но кто сказал, что мы не любим первенца? Нашу гордость, опору. Такое может быть только у нерадивых родителей, коими мы с вами, я уверен, не являемся. И еще один момент, чтобы помочь нам всем правильно настроиться. Те, кто уже был на первых вебинарах по теме JTMM, могли слышать эти аргументы, но, поскольку это крайне важно, я буду это повторять, пока, по крайней мере, мы не будем уверены, что смогли донести свои мысли до каждого партнера. Когда вы будете смотреть на цифры в презентации, особенно когда мы будем с вами смотреть презентацию о бизнес-плане JTMM, не нужно сравнивать их с маркетинг-планом Тяньши. С маркетинг-планом Тяньши мало кто сможет сравниться, мало что может сравниться. Сколько бы мы ни проводили исследований на эту тему, сравнений с планами компенсации других сетевых компаний, каждый раз мы убеждаемся, что у нас, пожалуй, самый щедрый вариант распределения процентов в структуре. На рынке есть разные предложения, но таких комбинаций, как в Тяньши, как в нашей компании, найти практически невозможно. То есть сочетание достойного коэффициента PV-BV, приближенного к максимальному по большинству товаров в нашем ассортименте, и процента выплаты в сеть, до 70%, мы это с вами знаем, этот рекорд очень сложно побить. Но JTMM к этому и не стремится. Здесь совершенно другая концепция, другой подход к приглашениям, другие товары, которые должны иметь конкурентоспособные цены, да и сам проект JTMM не должен заменить ваш доход в основном маркетинге Тяньши, а должен дополнить его. Поэтому еще раз не сравнивайте с нашим маркетинг-планом, а сравните с тем, что, например, вы получаете сейчас, когда ваши друзья, знакомые, потенциальные знакомые делают заказы в популярных интернет-магазинах. Да, не будем перечислять их названия, да, ну и учитывая обстоятельства, что мы с вами, к сожалению, находимся не на двусторонней связи, отвечу за вас. От таких закупок вы на данный момент не получаете ничего. Да, поэтому все цифры, которые вы увидите в презентации, это не вместо вашего вознаграждения в Тяньши, а исключительно в плюс к нему. Проект JTMM реален. Реален настолько, что позавчера, 17 ноября, вы слышали и видели на прямой трансляции, как китайский регион выдал 70 автомобилей по итогам только старта этого проекта. Вы видели, сколько производителей, сколько партнеров, сколько ресурсов привлекла в проект наша компания. Поэтому воспринимать все нужно очень серьезно. Не прослушайте, что нужно сделать, чтобы активировать свой статус на платформе с использованием льгот для наших существующих партнеров. Ну и обязательно расскажите о проекте в своих структурах. Это ваша задача, ваш долг как наставника. Ну, как мы уже говорили, выбор каждый дистрибьютор делает самостоятельно. Это дело исключительно добровольное. Отсутствие регистрации в JTMM не будет иметь негативных последствий для существования его ID номера в Тяньши, но знать о новых возможностях и о возможностях льготного получения статуса должен каждый. Я бы мог продолжить свое предисловие. Здесь сложно остановиться, много чего хочется сказать. Но у нас с вами также есть основной материал. маркетинг-план JTMM, а также пара десятков вопросов и ответов. Поэтому давайте уже перейдем к деталям. Как вы помните, JTMM это Marketplace. Marketplace это платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли. Знаете ли вы подобные проекты в нашем регионе? Я уверен, что знаете, самый популярный из них это AliExpress. Очень уважаемая компания, серьезный игрок на рынке электронной коммерции. Наш новый офис, офис нашей платформы JTMM находится в непосредственной близости от штаб-квартиры AliExpress. Но нужно ли сравнивать эти две платформы? В чем принципиальное отличие JTMM от AliExpress? Внешне все очень похоже. Современный интерфейс, популярные товары, земные сопоставимые цены. Но, как и в основном в своем бизнесе, компания Тяньши готова на платформе JTMM делиться полученной от реализации прибылью со своими партнерами. То есть, использовать сетевой принцип для продвижения проекта. Нам с вами не нужно объяснять преимущества такого способа распространения информации. Мы все прекрасно это знаем. Но также между основным бизнесом Тяньши и платформой JTMM есть определенные отличия. Сетевой продукт, как правило, имеет уникальные отличительные особенности. Именно этим обусловлена его цена и это требует активного участия рекомендателя, консультанта в продаже. То есть, самому себя такому товару продать иногда достаточно сложно. В случае с JTMM сам продукт не нуждается в продвижении. Это понятные, актуальные товары по обычным ценам, что делает, в свою очередь, возможным облегченный вариант распространения информации среди неограниченного круга лиц, например, в социальной сети. Широкое распространение интернета, популярность социальных сетей – все это уже далеко не новая информация для стран евроазиатского региона, а быть инфлюенсером, лидером мнений, блогером, просто иметь большое количество подписчиков. Все это современные тренды, мечта или даже цель для многих молодых людей в наших странах. Подобные тренды порождают новые технологии продаж и, согласно статистике, с каждым годом все больше товаров продается именно по рекомендациям в сети интернет. Что может быть проще, чем просто опубликовать пост в своем аккаунте в социальных сетях, сделать рассылку информации в мессенджер или по электронной почте, отправить ссылку на популярный продукт или дать потенциальному клиенту купон на скидку, например, и привлечь его внимание к проходящей на нашей платформе акции. Здесь мы можем услышать определенные возражения, что для кого-то это может быть не так просто, как я рассказал. Окей, да, такое вполне может быть. У некоторых по-прежнему нет аккаунта в социальных сетях и внушительного количества подписчиков у вас может не быть. Но вполне вероятно, что они будут у ваших близких, знакомых, у ваших текущих партнеров в бизнесе тяньше или у новых потенциальных партнеров. Совершенно не обязательно сразу начинать с миллионных аудиторий. Такую задачу мы ни в коем случае перед вами не ставим. Но если вы с нами сегодня, значит этот бизнес, бизнес прямых продаж вам подходит. Вы умеете продвигать информацию и этого на первом этапе, на старте этого вполне достаточно. Если у вас пока нет возможности быстро распространять информацию в сети интернет, почему бы вам не завершать презентацию бизнеса Тяньши эффектным обзором платформы JTMM? С гордостью показать установленное приложение на смартфоне. С некоторыми потенциальными партнерами именно этот вариант сможет стать триггером, проводником в бизнес больших возможностей нашей компании и причиной, почему он останется с вами. Это современно, понятно, просто и не требует каких-то серьезных инвестиций. Вот в самых общих чертах мы с вами поговорили о некоторых базовых принципах. Теперь давайте перейдем уже непосредственно к бизнес-плану проекта JTMM. Презентация и мой текст за кадром будут ориентированы именно на вас, то есть на существующих партнерах компании, не новичков, так как наша основная задача сейчас, чтобы в первую очередь вы получили информацию в том виде и с теми пояснениями, какие будут понятны вам. Итак, начнем. О преимуществах проекта JTMM мы с вами неоднократно сегодня уже говорили. Говорил господин Яну в своем выступлении, говорил я в предисловии, но тем не менее в формате презентации давайте еще раз их повторим. Во-первых, это тщательно отобранная качественная продукция с оптимальным соотношением цены и качества, с конкурентно способной ценой. Во-вторых, это возможность активного использования удаленных методов привлечения партнеров, использования социальных сетей, использования всех инструментов, которые нам предоставляет глобальная сеть интернета. Дополнительный доход и продуманная система компенсации, как раз об этом мы с вами будем говорить в этой презентации. И, наконец, это быстрое привлечение трафика, быстрое развитие. В любом бизнес-плане есть своя система статусов, и на данном слайде вы видите систему статусов проекта JTMM. Начальный статус называется клиент, далее идет VIP, затем рубин, изумруд, бриллиант и, наконец, максимальный статус – это черный бриллиант. На этом слайде мы познакомимся с условиями получения перечисленных выше статусов, но прежде чем мы начнем, давайте введем новое понятие – это баллы. Для того, чтобы вам было проще, удобнее воспринимать новую информацию, я буду проводить аналогии уже с существующим маркетинг-планом Тяньши. И в данном случае баллы – это, в принципе, то же самое, что эквиваленты PV, BV в существующем маркетинг-плане Тяньши. То есть это тот объем, который помогает нам получать новые статусы, и это та база, с которой происходит начисление вознаграждения. То есть баллы – это единовременно и PV, и BV в бизнес-плане JTMM. Теперь подробнее о самих статусах и условиях их получения. Начальный статус «Клиент» присваивается сразу же после регистрации. Особых преимуществ он не дает, ну, разве что, в принципе, возможность приобретения продукции на платформе. Следующий статус – это VIP. Присваивается при накоплении личных баллов в размере 20. 20 баллов равно статус VIP. Следующий статус – Рубин. Личный объем в данном случае 60 баллов накопительно. Изумруд. Суммарное количество баллов в данном случае считаются личные баллы плюс баллы первого поколения приглашенных партнеров. И эта сумма должна быть не менее 600 для того, чтобы получить статус «Изумруд». Либо второй вариант закрытия этого статуса – 20 прямых веток, в каждой из которых есть по одному Рубину. Следующий статус – Бриллиант. Суммарное количество баллов, личные баллы и баллы первого поколения партнеров – не менее 6000. Или наличие 15 прямых веток, в каждой из которых есть по одному Изумруду. И, наконец, максимальный статус «Черный Бриллиант» присваивается, если суммарное количество баллов. Опять-таки, личные баллы плюс баллы первого поколения – не менее 30 тысяч. Или второй вариант получения этого статуса – наличие 10 прямых веток, в каждой из которых есть по одному Бриллианту. Цена, по которой приобретает продукцию клиент и партнер статуса VIP выше, отличается. Клиент покупает продукцию по увеличенной цене. Для статуса VIP и выше действует система скидок, о которой мы с вами поговорим на следующих слайдах. И, наконец, условия аттестации активности, то есть условия получения вознаграждения за объемы структуры. Это одна закупка на любую сумму в течение 30 дней или привлечение одного новичка. Переходим к следующему слайду. На этом слайде представлены четыре основных вида бонусов. Первый называется бонус за рекомендацию. Это разница в цене между ценой клиента и VIP-ценой. Мы с вами говорили об этом. Они отличаются, цены для клиента и цены для VIP-партнера и выше отличаются. Именно эта разница выплачивается в виде вознаграждения. И называется этот бонус за рекомендацию. Далее личная скидка, то есть любой партнер в квалификации VIP и выше может получать скидку от 25 до 35 процентов. Подробнее также чуть позднее. Командный бонус. Этот бонус также от 25 до 35 процентов. И, наконец, лидерский бонус в общей сложности это 15 процентов. И особенности расчета этих видов вознаграждения мы сейчас с вами также достаточно подробно посмотрим на следующих слайдах. На данном слайде мы с вами рассмотрим личную скидку и упомянутый ранее вид вознаграждения, который называется командный бонус. В сумме это 35 процентов. И для того, чтобы вам было проще воспринимать данную информацию, я опять вернусь к маркетинг-плану Тяньши. И скажу вам, что командный бонус это не что иное, как прямое-сетевое или, иначе говоря, структурное вознаграждение в маркетинг-плане Тяньши. Давайте посмотрим, какие проценты у нас соответствуют каким статусам. Данный вид вознаграждения начисляется от статуса рубин. Для рубина это 25 процентов, для изумруда 30 процентов, для бриллианта 33 процента и для черного бриллианта это 35 процентов. Если мы говорим о личной скидке, то скидка предоставляется от суммы в баллах, в зависимости от статуса в данной таблице. Сумма баллов, с которой рассчитывается бонус, не включает объемы ран, равного или более высокого уровня в вашей команде. Но мы знаем этот принцип, да, принцип разницы процентов. Он нам тоже достаточно хорошо знаком. И, наконец, в данном примере идет расчет командного бонуса. Допустим, ваш уровень бриллиант, в первом поколении которого находится 15 изумрудов. И в формуле, представленной на данном слайде, 2000 это объем каждого изумруда. 33 минус 30 это разница процентов. Всем нам хорошо знакомый принцип. Умножить на 15 это 15 изумрудов и равно вознаграждение 900 условных единиц. Условная величина для расчета вознаграждения сумма в баллах, так же как и BV в маркетинг плане Тяньши. То есть вы видите, что все достаточно просто и абсолютно должно быть понятно для нашего партнера, который уже самостоятельно пытался считать вознаграждение. Конечно, для этого есть специально обученные машины, но, тем не менее, принцип начисления вознаграждения, конечно, мы с вами должны понимать и хорошо в этом разбираться. На данном слайде мы видим пример использования личной скидки при приобретении такого актуального товара, как беспроводные наушники. Допустим, цена в баллах этого товара равняется 40. Цена клиента, мы помним, это слегка увеличенная цена 49.9. Цена для VIP-партнера уже на 5 условных единиц меньше, это 44.9 условных единиц. И далее от статуса рубин и выше применяется также скидка, соответствующая каждому из статусов. То есть мы видим, что для рубина стоимость этих наушников уже будет 34.9, ну и так далее она уменьшается. И для черного бриллианта цена составит уже 30.9 условных единиц. Мы видим, что цена практически снизилась в данном случае на 20 условных единиц, что, конечно, достаточно существенно. На данном слайде представлен пример начисления командного бонуса для различных статусов в случае привлечения партнера, который делает закупку на 40 баллов. Рубин в этом случае получает 10 условных единиц, изумруд 12 условных единиц, бриллиант 13.2 условных единиц и черный бриллиант 14 условных единиц. Безусловно, помимо командного бонуса, здесь в данном случае для статусов рубин и выше, также есть бонус за рекомендацию, который, как мы помним, является разницей в цене для клиента и цене для партнера в статусе VIP. На этом слайде мы видим описание следующего вида вознаграждения, который называется лидерский бонус. И для того, чтобы было проще воспринимать эту информацию, я подскажу, что данный вид вознаграждения является аналогом вознаграждения за руководство в маркетинг плане Тяньши. То есть базой для начисления лидерского бонуса является боковой объем наших партнеров одинакового с нами статуса. И процент этого вознаграждения следующий. У Изумруда это 3% с первого поколения. У Бриллианта это 3% с первого поколения и 2% со второго поколения. И, наконец, черный Бриллиант это 3 поколения. 3% с первого и по 2% со второго и третьего поколения. Я повторюсь и еще раз обращу ваше внимание, что базой для расчета лидерского бонуса является боковой объем продаж наших партнеров одинакового с нами статуса. И в примере, который также представлен на данном слайде, у нас есть старший лидер Бриллиант, у которого в первом и во втором поколении также есть по 2 Бриллианта. То есть по 2 партнера одинакового с нами статуса. И при условии, что, например, объем каждого из них 20 тысяч условных единиц, формула расчета вознаграждения будет выглядеть следующим образом. 20 тысяч это объем каждого Бриллианта умножить на 3%. 3% это процент вознаграждения с первого поколения. И умножить на 2 на 2 Бриллианта. Далее 20 тысяч умножить на 2%. Это процент вознаграждения лидерский бонус за второе поколение для Бриллианта. И умножить на 2 Бриллианта соответственно. Общая сумма вознаграждения в данном примере 2000 условных единиц. И в данной таблице также представлено несколько примеров расчета лидерского бонуса в зависимости от объема партнера равного статуса. И в зависимости от нашего статуса. Далее мы с вами рассмотрим несколько примеров расчета различных видов вознаграждения. И на данном слайде представлен пример расчета вознаграждения для нашего партнера в статусе Рубин. При условии, что тот привлекает по одному новому клиенту в день. И объем этого новичка составляет 40 баллов. Итак, разница в цене в данном случае будет около 5 условных единиц. 5 условных единиц умножить на 30 дней равно 150 условных единиц в месяц. Это мы говорим здесь только о вознаграждении, которое является разницей в цене. То есть бонус за рекомендацию. И командный бонус за месяц это 25% от 40 баллов. И умножить на 30 дней 300 условных единиц в месяц. То есть в данном случае годовой доход партнера при рассматриваемых условиях составит 5400 условных единиц. Ну а повышение статуса до статуса изумруд произойдет примерно через 2 недели при указанной динамике. На данном слайде мы видим пример расчета для нашего партнера в статусе изумруд. Допустим команда данного изумруда состоит из 20 рубинов. Ну каждый из которых привлекает по 2 новых клиента в день. Мы рассматриваем все тот же пример. Покупка каждым из новичков продукции на сумму 40 баллов. И формула расчета вознаграждения в данном случае выглядит следующим образом. 40 это количество баллов, стоимость продукции в баллах. 30 минус 25 это разница в вознаграждении изумруда и рубина. Умножить на 2 это 2 новых клиента в день. Умножить на 30 дней в месяц. И умножить на 20 партнеров. Мы помним, что команда изумруда в данном примере это 20 рубинов. Поэтому общая сумма вознаграждения в данном примере составит 2400 условных единиц. И годовой доход 28800 условных единиц. Повышение статуса до бриллианта произойдет при данной динамике приблизительно через одну неделю. Следующий слайд. Бонус партнера в статусе бриллианта. Команда бриллианта из 100 рубинов. Рекомендация 2 новых клиента в день. Товар все тот же стоимостью 40 баллов. И формула расчета вознаграждения в данном случае следующая. 40 это стоимость продукции в баллах. 33 минус 25 это разница в процентах бриллианта и рубина. Умножить на 2-2 новых человека в день. На 30 дней в месяц. И на 100 партнеров наша команда. Итого 19200 условных единиц. Годовой доход 230400 условных единиц. Конечно же здесь представлены такие достаточно абстрактные примеры. Это не руководство к действию. Это просто демонстрация принципов начисления вознаграждения. Продолжать мы можем достаточно долго. Даже в этой презентации представлены другие примеры. Но в этом нет необходимости. Я уверен что принцип начисления вознаграждения вы прекрасно поняли. И в данной таблице мы с вами видим несколько примеров продукции. Которые будут представлены на платформе GTMM. Это различные виды беспроводных наушников. Беспроводная мышь. Которая возможно сама по себе и не является уникальным товаром. Но в данной мыши есть голосовой поиск. Что достаточно необычное сочетание в одном устройстве. Также расческа для выпрямления волос. С функцией нагрева в достаточно компактном корпусе. Интересная модель. Электрический штопор. Такой тоже инновационный. Очень удобный прибор. Прибор для защиты глаз. Ну и конечно же на платформе будет сотни других наименований. Но по данной таблице мы с вами сможем судить о ценовой категории этих товаров. Когда мы видим также отличие цены клиента и цены льготной цены для участников. Также не забываем, что применяется скидка по статусу. И также видим сравнение с ценой на такой же или очень похожий товар. Такого же качества на других платформах известных. Таких как Amazon, AliExpress. Ну вот вы в последней колонке можете сравнить эти цены. Сейчас не будем подробно проговаривать по каждой позиции. Это лишь пример и информация для размышления. И в следующей части презентации мы с вами рассмотрим различные мотивационные проекты. Стимулирующие программы, которые будут сопутствовать запуску платформы в России. И в частности на этом слайде мы видим льготную политику регистрации для существующих партнеров компании Тяньши. Срок действия этой льготной политики 3 месяца. И давайте посмотрим на таблицу соответствия статусов. Наши партнеры в статусе 5 звезд и ниже получат на платформе GTMM статус Rubin. 6,7 звезд статус Изумруд. От 8 звезд до Серебряного Льва статус Бриллиант. И наконец Золотые Львы, чья ежемесячная активность в третьем квартале 2020 года соответствовала занимаемому статусу, смогут получить максимальный льготный статус Черный Бриллиант. И условия активации льготного статуса на платформе следующие. Во-первых, это регистрация, необходимый шаг под первым пунктом. Далее активность для Золотых Львов выше для получения статуса Черный Бриллиант. Об этом мы с вами говорили. Ну и конец размещения первого заказа на сумму от 20 баллов и выше в течение трех месяцев после запуска платформы. Также необходимо сказать, что все структурные связи сохраняются. Например, при регистрации всей команды в GTMM она будет выглядеть точно так же, как выглядела в маркетинге Тяньши. А после истечения льготного периода срока переноса действующего статуса, неактивированные ID номера будут удалены в структуре платформы GTMM с эффектом компрессии. Ну, как именно у нас с вами будет возможность увидеть, когда мы будем рассматривать презентацию с вопросами и ответами. И теперь давайте поговорим о дополнительной льготной политике повышения статуса. Срок ее действия также 3 месяца. Участвовать могут все зарегистрированные участники на платформе. И условия здесь следующие. Статус Рубин можно получить, выполнив личный объем 40 баллов. Вы помните, что в оригинале это 60. Изумруд данный статус можно получить, набрав 400 баллов. Мы с вами помним, что в эти баллы входят наши личные баллы и баллы первого поколения. Или второй вариант получения этого статуса 15 Рубинов. В оригинале это 20 Рубинов и 600 баллов соответственно. Итак, следующий статус Бриллиант. И его можно получить, набрав 4000 баллов. Мы помним, что в оригинале это 6000. И второй вариант получения этого статуса 10 структур, 10 веток с как минимум одним изумрудом в каждой. Следующий статус Черный Бриллиант. И данный статус можно будет получить, набрав 20000 баллов. В оригинале это 30000. И второй вариант получения статуса это 5 веток с как минимум одним бриллиантом в каждой. И на данном слайде мы видим дополнительные бонусы, которые можно получить за объемы новых участников. Также действует эта программа в течение трех месяцев после запуска. И участниками могут стать все зарегистрированные партнеры на платформе JTMM. Условия данной программы это привлечение 10 новичков на статус VIP. И вознаграждение в данном случае продукция на сумму 50 условных единиц. Или денежное вознаграждение в размере 20 условных единиц. Подчеркиваю, это дополнительное вознаграждение к существующему вознаграждению по бизнес-плану. И второй пункт данной программы привлечение 10 новичков на статус Рубин. И личный объем 40 баллов. Вознаграждение в данном случае будет продукция на сумму 100 условных единиц. Или денежное вознаграждение в размере 50 условных единиц. И еще одна мотивационная программа с самыми большими премиями. Да, возможно здесь не самые простые условия для старта проекта. Тем не менее, именно по этой мотивационной программе с похожими условиями. Позавчера на конференции в Китае было выдано 70 автомобилей. Да, то есть мы видим сопоставимые суммы. Сумма первого вознаграждения 30 тысяч условных единиц. Атестационный период в данном случае 6 месяцев. Уже не 3 месяца, а 6. В течение этого периода как минимум в 5 прямых структурах должен появиться один участник со статусом бриллиант. А суммарный прирост объема продаж структур должен быть не менее 200 тысяч баллов. И максимальный объем одной структуры, который будет учитываться в данном виде вознаграждения 40 тысяч баллов. И сумма вознаграждения номер 2 100 тысяч условных единиц. Атестационный период также 6 месяцев. И условия следующие. В течение данного периода как минимум в 10 прямых структурах должен появиться как минимум один участник со статусом черный бриллиант. А суммарный прирост объема продаж структур должен быть не менее 2 миллионов баллов. И максимальный объем одной структуры, который может быть учтен, 200 тысяч баллов. Соответственно будет составлен рейтинг по суммарным результатам. И первый в рейтинге сможет получить данный вид максимального вознаграждения. Первая часть презентации у нас завершилась. И сейчас мы перейдем к ответам на вопросы, которые поступили к текущему моменту в региональное управление нашего региона. Возможно это не все вопросы, ответы на которые вы хотели бы услышать. Поэтому мы будем вам благодарны, если по итогам сегодняшней встречи вы будете передавать ваши вопросы и пожелания в обособленные подразделения, которые в свою очередь будут тоже эту информацию обобщать, систематизировать и передавать нам. Мы, соответственно, на ее основе будем готовить для вас следующую редакцию вопросов и ответов, которые будут представлены как на самой платформе, так и в виде дополнительных информационных материалов для самостоятельного изучения. Ну а мы с вами переходим к следующей части. Вопросы и ответы по проекту JTMM. Когда состоится запуск платформы в России? Вы наверняка все уже знаете эту торжественную дату. Открытие запланировано на 18 декабря. То есть осталось чуть меньше месяца. И до этой даты мы передадим вам всю необходимую оставшуюся информацию. То есть помимо того, что уже существует сейчас, помимо записи вебинаров, презентации, будут также еще более подробные инструкции, видеоролики. То есть наша задача, чтобы к моменту старта, а лучше, за несколько недель до этой даты вы обладали всем необходимым объемом информации и ориентировались, ну, может быть не лучше нас, но, по крайней мере, как мы, как минимум. Следующий вопрос. Дистрибьюторы Тяньши каких статусов могут рассчитывать на получение льготного статуса на платформе JTMM? Мы с вами говорили об этом. Тем не менее, поскольку это крайне важно и период действия этой льготной политики ограничен тремя месяцами. Мне необходимо повторить это еще раз. Наши партнеры в статусе 5 звезд и ниже получат на платформе JTMM статус Rubin, 6,7 звезд статус Изумруд, от 8 звезд до Серебряного Льва Бриллиант. И, наконец, Золотые Львы, чья ежемесячная активность в третьем квартале 2020 года соответствовала занимаемому статусу, получат максимально возможный статус на платформе JTMM, статус Черный Бриллиант. Условия вы наверняка не успели забыть. Это регистрация на платформе, это активность для Золотых Львов и выше в третьем квартале. И, наконец, размещение первой покупки на сумму от 20 баллов. И, напомню еще раз, период действия этой льготной политики 3 месяца с момента старта платформы. Следующий вопрос. Как будет выглядеть процесс регистрации? Регистрация в настоящий момент максимально упрочена. Необходимо будет лишь ввести базовую информацию, необходимую в подобных случаях. То есть указать логин, придумать логин, придумать пароль, указать номер пригласившего и подтвердить адрес электронной почты путем ввода проверочного кода из письма, которое отправляется тут же в процессе регистрации. На что здесь нужно обратить внимание? Под третьим пунктом у нас идет номер пригласившего. Это, наверное, более справедливо для наших новых партнеров, которые не имеют наставника в компании Тяньши. Для тех, кто уже к моменту регистрации на платформе JTMM будет иметь номер в Тяньши, будут особенные условия регистрации. Об этом с вами поговорим чуть позже. И на данном слайде мы видим скриншот с европейской платформой JTMM. Безусловно, наш интерфейс будет полностью локализован, то есть полностью переведен на русский язык. Поэтому в данном случае мы просто получаем представление, как это будет выглядеть. Поле для ввода адреса электронной почты, поле для ввода паролей и повторного ввода пароля. Это стандартная операция. Здесь код наставника, так называемый. То есть человека, который нас пригласил. Что, как мы уже с вами проговорили, имеет определенные особенности для тех партнеров, которые уже зарегистрированы в компании Тяньши. Об этом чуть позднее. Ну и, наконец, проверочный код из письма, который приходит на указанный вами под пунктом 1 адрес электронной почты. Ну и, соответственно, подтверждается галочкой ознакомления с правилами и нажимается кнопка «Продолжить». На этом первичный процесс регистрации можно считать завершенным. Следующий вопрос. Как будут регистрироваться дистрибьюторы Тяньши? Вот здесь уже чуть более подробно об этом. Так же, как и новые партнеры, то есть большинство пунктов здесь у нас не отличается. Только вместо номера пригласившего необходимо будет ввести предложенный номер по умолчанию. А затем в специальном разделе личного кабинета необходимо будет указать свой ID номер Тяньши и номер наставника. Ну давайте начнем с предложенного номера системы по умолчанию. От того человека, кто нас пригласил, мы вводим номер, который предложен системой. Далее уже в личном кабинете. Вот подобным образом это выглядит на веб-версии, то есть на сайте платформы GTMM. В информации о нашем аккаунте, в которую мы переходим после клика в правом верхнем углу. И при клике на опции информации об аккаунте у нас с вами открывается окно, в котором мы можем ввести свой ID номер в Тяньши и соответственно номер нашего наставника, который вполне вероятно будет заполняться автоматически. Также у нас с вами будет возможность посмотреть, как это выглядит непосредственно в приложении, но об этом чуть позднее. Следующий вопрос. Что произойдет, если дистрибьютор Тяньши не активирует свой статус на платформе GTMM в течение трех месяцев после запуска платформы? В данном случае произойдет компрессия структуры. Мы это с вами проговаривали, но давайте посмотрим, что такое компрессия, как это будет выглядеть в действительности. Допустим, на рисунке в левой части ситуация до регистрации на платформе GTMM. То есть, А у нас наставник Б, Б наставник для партнеров С, Д и Е. И в случае, например, если партнер Б не активирует свой статус на платформе, то структура на платформе GTMM в случае, если все остальные активировали свои статусы, будет выглядеть вот таким образом. То есть, у нас произошло смещение и партнеры С, Д и Е стали под наставника А. Поэтому здесь крайне важно не упустить возможность, во-первых, получить свой льготный, заслуженный статус на платформе. И, во-вторых, присутствовать на том же месте в своей структуре. Следующий вопрос, также по этой же теме. Что произойдет, если дистрибьютор Тяньши захочет активировать свой статус в GTMM по истечении трех месяцев после запуска платформы? Ну и ответствующий следующим образом. Он сможет встать на прежнее место в структуре под своего наставника, но без льготных условий, без льготного статуса и, соответственно, без структуры. То есть, в принципе, сейчас в Тяньши восстановление ID номера, который был удален, не провангирован и удален из системы совсем, происходит по такому же принципу. Ну и давайте уже непосредственно на примере. Вот ситуация до выглядит таким образом. Партнер B не активировал свой статус на платформе. Соответственно, после истечения трех месяцев структура будет выглядеть следующим образом. Так же, как мы с вами видели на предыдущем слайде, но партнер B по истечении трех месяцев также захотел присоединиться. Он встал действительно под наставника B, но структура не перешла под него в данном примере. Следующий вопрос. Сколько времени будет занимать доставка товаров из Китая? Мы рассчитываем на срок 3-4 недели, но, безусловно, имеем планы по сокращению этого периода, отведенного на доставку товара, путем создания промежуточных складов в Европе или, возможно, со временем даже в России. То есть, будем работать над этим направлением в том числе. Будет ли осуществляться бесплатная доставка? И ответ здесь порадует наших партнеров. Да, в большинство регионов России доставка до отделения почтовой связи будет бесплатной. Есть несколько отдаленных регионов, где традиционно будет взиматься дополнительная плата. Это, наверное, тоже своеобразные стандартные условия по нашей стране. Но список этих регионов будет предоставлен немного позднее. Будет ли мой товар застрахованный? Что, если посылка не придет по адресу? В случае, если оплаченный вами товар не пришел, товар может быть отправлен повторно или вы вполне законно можете оформить возврат ваших средств. Следующий вопрос. Какие товары будут представлены на платформе? На платформе JTMM будут представлены самые разные категории товаров. Это и мелкая бытовая техника, различные современные устройства, гаджеты, аксессуары, предметы декора, различная косметическая продукция и приборы, ну а также товары для домашних животных. И на следующих слайдах мы можем обзорно ознакомиться с интерфейсом платформы JTMM и как раз посмотреть изображение нескольких товаров, которые представлены на платформе. Мы видели несколько примеров предыдущей презентации, но тут немного более репрезентативно эта информация представлена. Перечислять не будем, исключительно для создания первого впечатления. Вот мы видим, даже появились сезонные товары, товары к праздникам. Ну и следующий вопрос. Можно ли будет вернуть товар в случае наличия брака или просто товар мне не подойдет или допустим не понравится? В какие сроки это можно будет сделать и за чей счет будет обратная пересылка товара? Отвечаем на этот вопрос. В случае возврата товара ненадлежащего качества, то есть товара испорченного, возможно в процессе доставки, имеющего какие-то повреждения, в этом случае у покупателя есть 14 дней для оформления возврата товара. И возврат в этом случае осуществляется безусловно за счет компании. В случае же немотивированного возврата товара надлежащего качества у покупателя есть 7 дней для оформления такого возврата. И в данном случае, если покупатель просто передумал, возврат будет осуществлен за его счет. Будет ли предоставляться гарантия на приобретенную продукцию? Да, безусловно, в ассортименте будут товары, на которые будет предусмотрен гарантийный срок обслуживания. И в случае неисправности, такие товары могут быть заменены на новые или же отремонтированные, даже после истечения 14 дней, то есть стандартного срока, который мы с вами обсуждали в предыдущем вопросе. Следующий вопрос. Будут ли аннулироваться номера при несоблюдении правил активности? В данном случае подразумевается, видимо, период пролонгации. Мы напоминаем, что у нас есть обязательная закупка. Это закупка на любую сумму в течение 30 дней, либо приглашение одного новичка. Нужна эта закупка для получения вознаграждения. А какие-то дополнительные правила пролонгации ID номера в платформе GTMM пока не существуют. Следующий вопрос. Будет ли возможность формировать групповые заказы, чтобы не платить за доставку каждого заказа отдельно? Ну, платформа, интерфейс платформы GTMM не будет располагать такой возможностью. Однако же, отвечая по сути на данный вопрос, необходимо напомнить, что доставка будет осуществляться в большинство регионов России бесплатно. Поэтому в данном случае это не так актуально. И, конечно же, входя под каждым номером, под каждым аккаунтом отдельно, можно оформить заказ без каких-либо ограничений. По семейным номерам ограничений отсутствуют. В какой момент будет присваиваться статус VIP сразу после покупки на 20 баллов или после завершения периода? Статус VIP будет присваиваться сразу после покупки на 20 баллов. Когда будет начисляться и выплачиваться вознаграждение за покупки на платформе GTMM? Ну, здесь мы разделяем на два понятия – начислить и выплатить, то есть разные термины. И начисляться вознаграждение будет сразу после оформления заказа нашим партнерам. И выплачено через две недели после получения заказа покупателям, то есть после истечения срока возврата товара. Выплата не происходит автоматически, то выплату вы должны инициировать, то есть, например, после накопления суммы, которую вы считаете достаточной для уже осуществления перевода по вашим реквизитам, вы нажимаете кнопочку в системе и происходит перечисление вознаграждения. Следующий вопрос. Будет ли возможность продавать товары и привлекать новичков по партнерской реферальной ссылке? Да, такая возможность будет реализована на платформе. Компания уделила этому инструменту достаточно много внимания. И сейчас мы с вами на конкретном примере посмотрим, каким же образом можно будет использовать ссылку на какой-то конкретный продукт, либо на акцию в платформе GTMM. Для этого переключаемся на интерфейс приложения GTMM. Перед нами стартовый экран платформы GTMM в европейском регионе. В очередной раз заверю вас, что наша версия будет полностью локализована, то есть, для того, чтобы получить ответ на какой-то вопрос, либо подробно познакомиться с описанием какого-либо товара, вам не нужно будет прибегать к каким-то дополнительным переводчикам, да, то есть, все будет локализовано. Вот мы видим, что описание товара максимально подробно с современными достойными фотографиями. То есть, все на данный момент выглядит уже в таком достаточно презентабельном, доработанном виде, да, то есть, витрина с популярными товарами. Применены различные виды скроллинга, да, то есть, можно в различных категориях удобно просматривать различные товары. Ну и, наконец, давайте с вами посмотрим анонсированную функцию, с помощью которой мы с вами можем поделиться информацией, либо просто скопировать ссылку для последующего распространения. Вот мы видим, что в правом верхнем углу есть изображение такой стрелочки, клик по этой иконке, и мы получаем всплывающее меню, где система предлагает нам поделиться данной информацией, например, в Facebook аккаунте, в нашем Instagram аккаунте. Следующий пункт это скопировать ссылку, после чего вы сможете отправить эту ссылку уже любому партнеру и любым способом. Опубликовать в социальной сети, которая не представлена в данном меню, либо просто использовать при e-mail рассылке, либо передать каким-то иным способом. Ну и также есть возможность создания QR-кода с ссылкой на этот продукт. В чем же особенность именно реферальной ссылки? Реферальная ссылка содержит по умолчанию код вас как наставника. То есть человек после перехода по такой ссылке будет автоматически регистрироваться уже под вас, без необходимости запоминать ваш идентификационный номер, без каких-либо лишних движений. Давайте посмотрим, например, рассмотрим публикацию в Facebook. И всего лишь после нескольких кликов информация опубликована в нашем социальном аккаунте. Мы можем дополнить это фотографиями, записями. И, наконец, после перехода по такой ссылке, он открывает описание товара, знакомится с ним и, допустим, принимает решение приобрести данный продукт, либо воспользоваться какой-то акцией. Нажимает на кнопочку «Купить сейчас». Переходит на страницу, которая предлагает ему зарегистрироваться для покупки. И после нажатия на кнопочку «Регистрации» система уже автоматически укажет ваш номер, как номер того человека, который пригласил данного партнера. То есть ваш номер, как наставника в данном случае, будет заполнен системой автоматически. В этом, собственно, и суть реферальной ссылки, которую, напомню, вы можете либо автоматически разместить в указанных социальных сетях, либо скопировать в виде ссылки и уже вставлять там, где вы считаете необходимым. Возвращаемся к интерфейсу приложения. Я чуть ранее обещал вам показать, что указать свой номер дистрибьютора вы можете в том числе и в приложении. Не обязательно это сделать на сайте. Для этого в верхнем правом углу вы видите изображение шестеренки. Это традиционное изображение настроек. Далее верхняя строчка «Профиль». И в данной закладке внизу мы с вами видим «Дистрибьютор ID» и «Спонсор ID». Здесь необходимо будет указывать данную информацию и завершать процесс регистрации. Да, я не мог не удержаться, чтобы не показать вам эти опции, поскольку они действительно являются важными. Моя задача была показать, что все это очень просто делается. Тем не менее, я не буду делать обзор остальных функций приложения, личного кабинета, вариантов просмотра информации о структуре, о выполненных объемах. Для того, чтобы просто не пугать вас наличием английского языка, мы сделаем это позднее, после появления локализованной версии. Не волнуйтесь, это все достаточно просто и понятно на интуитивном уровне. Ну а мы с вами вернулись в приложение и отвечаем на заключительный вопрос. Сегодня, каким образом я смогу получить вознаграждение? Какой вид договора я должен заключить с компанией? При регистрации в системе вы только подписываете стандартную оферту в электронном виде. Никаких дополнительных форм договора, бумажных версий соглашений заполнять не потребуется. И после накопления достаточной, по вашему мнению, суммы, мы об этом с вами говорили, вы парой кликов подаете заявку на выплату и получаете вознаграждение на карту, то есть на представленные реквизиты карты, или предварительно зарегистрировавшись в платежной системе Payoneer, вы сможете также вывести деньги с минимальной в этом случае комиссии. Я благодарю вас за внимание. Сегодня у нас с вами было достаточно много новой информации. Тем не менее, я очень надеюсь, что каждый из вас узнал для себя что-то новое, получил ответы на вопросы, даже при условии, что вы, возможно, какую-то часть информации слышали повторно. Мы остаемся на связи, держим руку на пульсе, готовы отвечать на ваши вопросы, готовы делать дополнительные обучающие, разъясняющие материалы и инструкции. И сейчас я передаю микрофон президенту Евроазиатского региона господину Яну для завершения сегодняшнего мероприятия. Спасибо, Константин, за такой подробный, интересный рассказ о нашей новой возможности GTMM. Здесь и дорогие партнеры. Именно по поводу успешных, интересных рассказ о нашей новой возможности. Я прошу прощения, из-за немножко технических перебоев, прошу прощения. Я хочу сказать, что в чем преимущество нашей GTMM. Во-первых, конкурентоспособная цена. Во-вторых, это наше очень хорошее логистическое обеспечивание. Третье, это сервис. Четвертое, это дополнительная мотивирующая программа. Здесь и каждый партнер, вы будете с гордостью и поделиться с разными партнерами, разными клиентами. Чтобы они именно из-за интереса, из-за выгоды и хотят приобретать эти продукции. И хотят еще больше поделиться с этой хорошей информацией. Тогда мы получаем дополнительную выгоду. В конце концов, я хочу сказать, дорогие партнеры. Кто хочет, всегда ищет возможность. Кто не хочет, всегда найдет причину. Самое главное, мы сами с гордостью продвигали наши услуги и товары и сервис. Всем огромное спасибо. И до встречи. Спасибо всем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»